Добро пожаловать на мой канал. Это обзор на мою коллекцию, вторая часть. Сегодня покажу вам всю свою японскую мангу, которую у меня есть. Давайте начнем сразу с Джорджа. Первая книга, первый том на японском полностью. Кстати, забавно то, что здесь нарисован портрет, то есть ручка или карандаш. А теперь во втором томе уже будет то же самое, только фотография. Рисунок у Араки просто шикарен. С каждым разом все лучше и лучше. Опять здесь фотография, которая нарисована. Точнее, с которой срисовали. И вот сама фотография. Так, давайте пойдем дальше. Это манга «Команда мечты». Есть вроде бы аниме. Манга повествует о парне, который хочет стать лучшим баскетболистом вообще. Но ему мешает его рост. И он начинает обучаться все лучше и лучше для того, чтобы на технике вытаскивать все свои бои. Точнее, все свои матчи. Бои. Это я уже про бойц собаки. Так. Блич, 41 том. Вот такая внутренняя обложка. И здесь идет бой Улькиоры и Ичига. Ичига потерял самоконтроль и начал вовсюду басить Улькиору. А также параллельно с этим показывают Аранкаров, которые сражаются с Шерингами. И Бараган. Который будет сейчас сносить. Так. Дальше идет 49 том. Внутренняя обложка такая вот. Так. И... Так, поудобнее будет. Здесь, в принципе, ничего такого не показывают. Ичига потерял здесь силы и начал бегать с каким-то амулетом. 69 том. Внутренняя обложка. Кстати, насчет рисунка. Тайта Куба очень хорошо изменил свою геометрию. Имеется в виду то, что частицы он стал рисовать намного лучше. Вот, например, эти здания. Посмотрите, какие-нибудь красивые. Не знаю, как в аниме это будет передавать. Так, как такой рисунок. Вот, посмотрите на этот замок. Думаю, не передать. И последний, 70-й. Внутренняя обложка. На внутренней обложке всегда изображены зарисовки. Той обложке, которая будет снаружи. Вот, опять-таки, такие коридоры красивые. И Кен Пачи будет с Кен сейчас сражаться. Так, дальше идет Драгон Болл. Первый том. Драгон Болл супер. Внутренняя обложка. Это арка про богов, где Гоку будет сражаться против Бируса. Ну, а потом турнир вселенной и так далее. Так, дальше идет второй том, где появляется... Забыла, как его зовут. Фиолетовый чувак. Так, и бейсбаки. Давайте начну с шестого тома. Любят же авторы свои портреты ставить внутри. Хотя, с одной стороны, это хорошо, потому что, когда ты видишь своего автора, тебе как-то хочется о нем больше узнать и узнать. Допустим, у тех же бродячих псов, как я знаю, автора вообще ни разу не видели. Ну, я хоть и не фанат. Так, брошюра с рекламкой. Седьмой том. Ой, не буду спойлерить. В восьмом томе очень много спойлеров. Просто покажу обложку. И все. Потому что вспомню, что там будет. Так, и... Надо засунуть его обратно. Там брошюры, пусть будут... Так, ну пусть будет. Восьмом. Да. Так, дальше идет Повелитель тьмы. Третий том. Второй. И первый. На первом томе изображена эльфилька. Рисовка здесь простенькая. Проходная манга. Но мне понравилось аниме, я решил сразу ее взять. Кстати, листается намного легче, чем тома, которые там по бличу были, по баке. Это все из-за того, что... Вот видите, размер. Чем манга меньше, тем она будет и такая, пожестче. И задняя обложка. Второй дом. Внутренняя обложка, а внешняя особо ничем не отличается. Лисовка, рисовка. Ну, средняя. И последняя, которая у меня есть, это третий том. Так, дальше идет Фейт. Второй том. Фейт Стей Найт. Здесь, кстати, есть глянцевые странички, чем я был очень рад. Слава богу. Хотя бы где-то. Потому что в Бличе, Драгонболе, Баки и так далее. Глянцевой страницы, в принципе, не было. Так. Рисовка в Фейте бомбазная. Я ее очень люблю. Особенно в фильмах. Ну, в манге такая, знаете, средняя. А вот в фильмах там просто высший уровень. Берсерк. Берсерк не гадца, а Берсерк из мира Фейт. Так, и моя одна из любимейших манг, это Впередшкольник. Манга выходила параллельно с Джоджо, но не обрела такую популярность, потому что отставала по безарности, так сказать. Хоть и какие-то жесткие события здесь были. Там на ринге сумоисты, какие-то американские вот такие, господи, бабы. Я и филю, а башня даже была, на которую забрались. А, токийская, токийская. В общем. Так, сложу сейчас обратно. А, нет, лучше оставлю так же. Потому что надо еще доставать эти томаты. Так, это у нас комедия о водном полу. Как же это там называлось? Сексуальная глупая комедия о водном полу. Так, десятый том. Манга, господи, полностью такая. То есть, какую бы страницу я ни открыл, тут будет все в этом том самом. Пятый том. Самое интересное всегда происходит на первой странице, хотя здесь такой среднячок. Четвертый том. И последний, который у меня есть, это третий том. Так, внутренние обложки там они вот такие. То есть, там ничего такого нет. Так, дальше идет школа-тюрьма. Одиннадцатый том. Мангу вы и аниме по-любому знаете. Здесь манга тоже такая. 18+. Десятый том. Девятый. Так, седьмой том. Последний, который у меня есть, это третий том. Так, и последний манга, который у меня есть на японском, это Хельсинг, который я не хотел бы показывать на камеру, потому что там есть осуждающие знаки, которые надо осуждать. Которые надо замазывать. Лучше покажу просто обложки. Первый том. Первый том на русском по-льбому видели. Кстати, здесь из рекламы. «Скитальцы». Тоже манга от автора Хельсинга. Второй том. Сейчас, давайте я послужу оборудоваться. Что у меня здесь накопилось, то он мне мешает складывать Хельсинга. Так. Так, дальше Хельсинг Почему-то четвертый том А, ну да Немного они не по порядку указывали И последний том, который у нас Вышел в России, это третий том Вот, то есть все Дальше четвертого от официального издательства Вы не найдете Так, затем идет четвертый том Так он выглядит Опять с рекламкой С китайца Внутри, я не знаю, можно ли тут Нет, лучше не стоит Там везде уже эти Знаки Так, пятый том, один из моих любимейших Как он выглядит без рекламки Вот так выглядит без рекламки А лукарта очень красиво нарисована Так, дальше идет Шестой том Седьмой том Тоже очень люблю его Обложка очень красивая Восьмой том Так, предпоследний том Самый такой тяжелый Это девятый том И последний Это Десятый том Так, ну и вроде все Здесь Хранится Школа тюрьма Ой, школа мертвецов На английском В следующем обзоре Я ее покажу Спасибо за просмотр Подписывайтесь, ставьте лайки Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok